О чем этот видос? Иногда я рассказываю вам о необычных животных, о самых ядовитых, о выглядящих инопланетно, с экстремальной эволюцией или о самых зубастых. В этот раз я хотел бы обсудить с вами гибридов животных. Байтить не буду, это не буквальные гибриды, как боги Египта или Человеки-пауки. Нет, мы поговорим о животных, которых вы знаете, но которые как будто бы скрещены с кем-то другим. Гибриды летучей мыши и носорога, птицы и жабы, паука и павлина, лягушки и крота. Надеюсь вас как-то удивить интересненькими экземплярами. Поехали! Это что за покемон? Вот и у нас сегодня животные, которые чуть ли не покемоны, потому что абсолютно непонятно, чьи это гибриды. Начнем с водяного покемона. Представьте, что вы лягушка. Живете себе, не тужите, но в какой-то момент вам попадается Хью Джекман в роли Росомахи. И вы настолько преисполнились, что решили закосплеить его, вытягивая кости из лап и отрастив себе бакенбарды по бокам. В моем воображении примерно это и случилось с волосатой лягушкой из центральной части Африки. Ее так и называют волосатая лягушка. И эти волосы фишка конкретно самца. Звучит крипово, но волоски это на самом деле отростки кожи. И вырастают они у самцов в период спаривания. Эти отросточки содержат артерии, капилляры. И считается, что они помогают самцам поглощать кислород, обеспечивая дополнительное кожное дыхание. Так как после того, как самка отложит икру, самцам какое-то время приходится охранять будущее потомство и находиться в воде. Потом они исчезают до следующего периода размножения. Но самое необычное в этой лягушке даже не это. Если волосатой лягушечке будет угрожать опасность, она, сломав себе фаланги пальцев, выпустит обломки через кожу, создав что-то наподобие когтей росомахи. Ладно, чувствительные вы мои. На самом деле они не совсем уж ломают пальцы, так как верхняя, ну такой костный нодуль, и нижняя часть пальца уже отделены друг от друга изначально. И задача верхней просто удерживать нижнюю от самопроизвольного прокола. Затем пальцы ставятся на место. Есть две теории о том, зачем это нужно. Первая – защита от хищников. Когда лягушку хватают, можно и побрыкаться. А вторая версия в том, что это иногда нужно, чтобы получше зацепиться за скользкие камни. Так что, возможно, такой лягушке не понадобилось бы взбивать молоко в масло, чтобы выбраться из кувшина. Ну, это я уже так, фантазирую. Кстати, как и в прошлых роликах, я ищу хуманизации и забавные артики к животным, о которых рассказываю. Но абсолютно внезапно, поскольку это не ядовитая, ужасная тварь, хуманизации я не нашел. Но зато есть рисунок расчесывающейся волосатой лягушечки. Ну, если для вас гибрид лягушки и росомахи из Марвела не канает, потому что Хью Джекман – это вымышленный персонаж, то как вам гибрид мухи и скорпиона? Как вам, а? Просто представьте, как могут неприятно жалить скорпионы. А если они еще и летают? Сядь мне на плечо такая штука, я бы обосрался и получил инфаркт. Причем одновременно. Было бы страшно смотреть на меня, конечно. Но я сразу вас успокою. Хоть эта насекомая и называется скорпионница, к ядовитым скорпионам и скорпионам вообще она не имеет никакого отношения. Это древняя группа насекомых. Жили еще с динозаврами, которыми под 300 миллионов лет. Поэтому пока точно непонятно, чьи они родственники. Возможно, они ближе всего к блохам, а возможно к мухам. Не определились, короче. До нас дошло около 700 видов. В Европе их 15-20 и в России тоже встречаются. Так вот, то, чего пугаешься больше всего, их хвоста с жалом, на самом деле это такая половая капсула, так сказать, каплютивный орган. Самки не то, чтобы сильно хотят спариваться. Поэтому самцы, мало того, что должны привлечь их своими феромонами, они должны еще дать самкам что-то покушать. Либо срыгнуть немного своей слюны, либо дать самке какое-то маленькое насекомое, которыми они питаются. И пока женская особь будет кушаться, мужчина будет делать свое грязное дело. Помимо насекомых, скорпионницы питаются всякими растительными и животными остатками. Но никакой опасности для людей не представляют. С хуманизациями тут тоже как-то не задалось. Нашел буквально вот только пару артов. Зато вспомнил великолепную вещь, от которой вам станет проще заснуть, зная о скорпионницах. Для этого видео, кстати говоря, мне пришлось проанализировать много данных. Но бывают случаи, когда информации настолько много, что обработать ее могут только специальные алгоритмы. На образовательной платформе Нетология, помните, я рассказывал о ней летом, есть бесплатный курс о том, как работают такие алгоритмы и о тех, кто их создает. Речь о Data Scientist. Вводный курс о профессии Data Scientist полностью бесплатный. Он поможет разобраться, как устроена отрасль IT, в которой людей привлекают большие зарплаты, удаленная работа со свободой передвижения и гибкий график. Да, многих останавливают страшные термины вроде нейросетей, искусственного интеллекта, бигдаты или больших данных. И что из этого мне больше подходит? Где и что нужно знать? Непонятно. А уж если вы давно работаете в другой сфере, так вообще не понять, как разобраться в чем-то новом. На курсе Data Science от Нетологии за три дня вы узнаете, какие направления работы с данными существуют, какие задачи они решают, что нужно знать Data Scientist, где можно работать и сколько зарабатывать. Вместе со специалистами вы разработаете персональный план дальнейших действий. По-моему, это отличная возможность сделать первый шаг к новой востребованной профессии. И если вы решитесь на это, то можете уже осознанно выбрать конкретный курс. Здесь же на Нетологии. Естественно, с промокодом докторгрег от меня. На скидку аж в 45%. Как говорят на этой площадке, Нетология это не то, чего от вас ждут другие, это не то, что было раньше, это то, что нужно именно вам. Обязательно зацените ознакомительный курс по ссылке в описании. Ну а мы продолжим. Следующий персонаж у нас не то, чтобы ужасный, не то, чтобы он прям очевидный гибрид, но на самом деле, знаете ли вы, что очень необычными могут быть черепахи. Например, есть змеиношейные черепахи, будто бы скрещенные, собственно говоря, со змеями, из-за своей длиннющей шеи. Но фиг с ними. Среди змеиношейных есть мата-мата, или бахромчатая черепаха. Вот уж не зная о ее существовании, можно действительно подумать, что она вылезла из реки Припяти. Но на самом деле, мата-мата довольно распространена, и есть во многих зоопарках у нас, и в целом ее часто заводят в аквариумах. Хотя обитает она в Южной Америке, в бассейнах разных рек, в том числе Амазонки, в болотах, затопленных лесах, в основном где-нибудь в мелководии, например, зарывшись в водоросли. Потому что бахромчатая черепаха – это мастер камуфляжа. Сначала она затаится где-нибудь в водорослях, а когда будет проплывать мимо какая-нибудь рыба или лягушка, черепаха резко раскрывает пасть и с большой скоростью втягивает в себя жертву вместе с водой. А длинная шея, знаменитой шейных, только помогает ей охотиться. Мало такого экземпляра? Давайте тогда не будем уходить от черепах, что является главным символом этих ребят. Наверняка вы ответили – панцирь. А что если этого панциря не будет? Выглядят они вот так. Это мягкотелые черепахи. Роговое покрытие исчезло в ходе эволюции, так что эти виды более молоды, чем черепахи с твердым панцирем. А изменения произошли благодаря водному образу жизни этих черепах. Дело в том, что у них нет жабр, а дышать-то чем-то надо. Вот они и дышат кожей, богато снабженной капиллярами. Меньше панциря, больше кожи, больше кислорода. Но в основном газообмен происходит в глотке. Там у мягкотелых черепах много складок из слизистых, в которых опять же много сосудов, впитывающих кислород. Этакий аналог рыбьих жабр. Благодаря чему они могут не дышать несколько часов. К тому же обычно у черепах прям такие лапы с когтями. А тут именно что перепонящат, целые ласты. Так что это прям максимально водный вид. Кстати, еще важный момент с черепахами. Вот часто говорят, какой-нибудь там белый медведь занесен в красную книгу. Окей. Но знаете ли вы, что из условных 300 видов черепах, 200 занесены в красную книгу? Типа реально огромное количество черепах вымирает из-за отловли. И те же мягкотелые обитают в Азии, где их любят кушать. Ну и из-за ухудшения экологии, сами кучу картинок видели, как черепахи путаются в мусорных пакетах и вот это вот все. Ну и там еще дополнительные причины есть, но не важно. Просто знайте об этом. Из артов я вам нашел парочку гигантских бахромчатых черепах. Ну и, естественно, гибрид бахромчатый и Джака Николсона. Как же без этого, а? Ну, вы могли подумать, что мы обойдемся? Нет, нет, не обошлись. Это что за покемон? Я подумал, а че это я вам про двух черепах сразу так рассказал, а про лягушек нет? У меня ведь есть еще одна. На внешний вид она в сторону чего-то мутантного, а вот по сути в сторону какого-то гибрида. Знакомьтесь, лиловая лягушка. Обитает она в Индии, но большую часть времени проводит под землей. Выходит наружу фактически только чтобы спариться. Всего на две недели в году. Поэтому неудивительно, что этот вид был описан относительно недавно, в 2003-м. Хоть и был известен местным жителям сильно ранее. Кроме того, что эта лягушка похожа на раздувшееся желе, у нее еще необычный для лягушек нос. Но именно он помогает им доставать из земли различных насекомых. В общем-то, такой кротовый образ жизни. И зрение у нее так себе. Зато она круто роет. И за пару минут может вырыть яму глубиной в несколько метров. То есть это буквально лягушка, но крот. Обалдеть, да? Как я уже говорил, на землю она выходит только на несколько дней в неделю. В сезон дождей. Спаривание у них происходит обычно возле водоемов. Самец выделяет жидкость, с помощью которой может крепиться, например, к камню. И таким образом не соскальзывать в воду. А икра откладывается в водоеме. Поэтому, хоть я и сказал, что лягушка была описана впервые в 2003-м, но это не совсем точно. Так как именно в одном из водоемов были найдены головастики этой лягушки, которые были описаны аж в 1927-м. Кстати, эту лягушку, как и бахромчатую черепаху, можно найти во всех списках типа 20 самых уродливых животных на свете. И я, честно говоря, не могу понять, насколько это справедливо. По-моему, очень интересные ребята. Как вы считаете? Возможно, из-за своей относительной новизны хуманизаций вообще нет. А из артов я нашел буквально несколько. И все они какие-то сверх простенькие, что ли. А зря, господа художники, зря. Там же целое непаханное поле. Это что за покемон? Давайте теперь вернемся к чему-то летающему. Помните, вначале я заявил про гибрид летучей мыши и носорога? Или единорога, неважно. Думали я шучу? Нет, вот вам, пожалуйста. Гондурасская белая летучая мышь. Название уже прикольное, согласитесь. Но белая летучая мышь с носом, похожим на рог, даже меня немного умиляет. Конечно, рог тут ни при чем, нос скорее похож на лист. Поэтому второе их название – белый листонос. Нос со своеобразным хрящевым выростом, помимо ушей, помогает большому листоносу улавливать ультразвуковые сигналы. И удивительная вещь. Догадайтесь, где больше всего эти существа любят обитать? Конечно, в листьях. Живут они на территории стран Центральной Америки. Гондурасса, Панамы, Коста-Рики. А из местных листьев они сами строят себе палатки. Когда они подгрызают центральную жилку листа, его половины как бы опадают, делая шалаш, который защищает их от ветра, дождя и хищников. Белый цвет помогает им оставаться незаметными в листьях, освещенных солнцем. А также их дом служит сигнализацией. Прикоснись к нему кто-то и они сразу же удирают. Но, что символично, больше, в основном, питаются они кроваво-красными ягодами инжира. Вообще, конечно, есть не белый, а обычный листонос. Цвета, как большинство приличных летучих мышей. Но тут просто комбо в сочетании необычного, поэтому и был взят этот вид. И еще они, ну, типа, прям милахи. И, естественно, с этим малышом просто полно всякой милоты. Итак, вроде страшная летучая мышь оказалась милашкой. Ну а что если то же самое сделать с криповыми пауками? Например, скрестив их с павлинами. Для такого случая природа припасла павлиньего паука. Живут они, как и все странные пауки, разумеется, в Австралии. Этот 5-миллиметровый малыш, опять же, такой необычный, ввиду того, что он самец. Самки выглядят более привычно. Разноцветный веер, на самом деле, это продолжение брюшка. То есть он его, как бы, приподнимает вверх и расправляет. Реально, по схеме веера. Их брачный танец я, конечно, могу попытаться описать словами, но лучше вы на это посмотрите. Если же самки нет поблизости, этот разноцветный веер они просто спрячут. Самки же, если им все ок, подадут знак, вытягивая свою третью пару ножек. Но если чувак своим танцем вызывает только раздражение, то это может быть для него опасно. Самка может напасть и даже убить. Ну и, разумеется, покушать. Иногда невосприимчивость самки может проявляться слабым выделением феромонов. Тогда у самца есть шанс заранее понять, что тут шутки плохи и избежать нехороших последствий. Относятся пауки-павлины к семейству пауков-скакунов, у которых интересны, естественно, конечности. Задними ногами павлиний-паук может отталкиваться и перемещаться на довольно большие расстояния. А также, как истинные спайдермены, чтобы увеличить расстояние прыжка, могут выпускать паутину. Ну и еще у этого семейства скакунов отличительная черта – это количество глаз. Их восемь. Четыре спереди, два крошечных по бокам и два сзади. С артами тут тоже маловато нашлось, но зато есть прикольная идея танцевальной игры для кикстартера. А еще я очень хотел рассказать вам про фрегатов. Это такой гибрид, надувший свой горловой мешок лягушки и птицы. Суть та же самая, свойственна только самцам. По размеру примерно эта штука 25 сантиметров. Фрегаты вообще большие двухметровые птицы. И для самки считается самым крутым самец с самым большим мешком. Чтобы подтвердить свой выбор окончательно, ей нужно потеряться головой о его мешок. А они, в свою очередь, для привлечения внимания, постоянно бьют его с получением вот такого звука. Но, как бы в остальном, обычные, хоть и довольно большие птицы. Поэтому я то хотел их показать, то не хотел. В итоге решил хотя бы упомянуть. Вот как-то так и никак иначе. Огромное вам спасибо за поддержку, господа, в виде лайков и репостов. Давно я не благодарил вас за это. А между прочим, вы у меня очень большие молодцы в этом. И буквально одно ваше нажатие на экран реально помогает мне и мотивирует. Делитесь роликом с друзьями, отмечайте в инсте меня, если вдруг занимаетесь таким вот за просмотром во время еды. Частенько такое выкладывают люди, а что-то я такого не делаю. Интересно. И, кстати, обязательно поставьте колокол. Следующий видос про ядерное оружие, какой-то гигантский выходит. Тема-то необъятная. Там, кажется, больше часа точно. Может и полтора. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok